Здравствуйте, привет! Ну а ты, давай, отлично. Ты дома сидишь, я вижу. Да, да. Это съемная квартира, да. Такие тут обои. У меня стакан с попкорном сзади тоже. В карантине нормально. Как дела у тебя? Как самоизоляция? Да надоело уже эта самоизоляция. Сейчас я чуть поправлю этот горизонт, у меня ушел. Ну вот на выходные я ездил на дачу, и там было очень, да, счастливо. Ребенок был гиперсчастлив, а сейчас мы как-то вернулись все домой, и уже и голова болит, и ну прям тошно уже, короче, дома сидеть. Как-то прям тяжело. Меня спасает собачка, я с собачкой выхожу гулять. Ну, мы тоже там выходим куда-то в магазин. Так, ну, приходится тоже. Мы пытались там, типа, в перекрестке заказать доставку, и мы там нажали, а он, типа, написал через полторы недели. Ну, типа, 10 дней ждать доставку. Они такие, ну, извините, как бы, вы не оставили нам выбора. Сами сходим, ладно. Да, да, ну, они как бы и так и написали, типа, ну, если вам уж очень надо, ну, сходите уж, ладно. Классно, классно. Слушай, скажи, в твоей вот этой самоизоляции появилось что-то, чего не было раньше? Может, ты какие-нибудь курсы прошел? Может, ты что-то делать стал? Нет? Все то же самое? Только ли? Да нет, ну, что-то я попробовал, но я увидел такой демотиватор, что, типа, раньше вы говорили, что у вас не хватает времени. Теперь вы знаете, что да, что это не оно. Вот. И как-то, ну, какое-то такое уныние. Эта самоизоляция дала немножко уныния в новых оттенках. Такое. И нет, я пробовал несколько вещей. И все то, что уныние. Да, да, делать какие-то вещи, типа, я их делал, ну, как бы, меня там хватало на дня три, и потом оно заканчивалось, потому что вот до карантина кто-то позвонил мне, я его отключил. Вот. Нормально. Да. Не перезвоню, даже не буду ему перезванивать. Да, номер? Неизвестный номер. Кому что нужно от меня в карантин? Отдыхай. Самоизолируйся. Вот. Про что я говорил? Потому что дня на три тебя хватало. А, ну, короче, начал я ходить на йогу в январе. И два-три месяца я ходил на йогу. Нет, 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 я ходил, ездил в зал. Да, да, до, до, до. Вот. И как раз получилось, ну, уже когда оно все начиналось, я перестал ходить на йогу. Вот. Я потом, значит, спросил у учителя, говорю, ну, а как вы онлайн переходите? Многие переходят в онлайн. Он такой, да, мы про ул. Да, все, мы перешли. Понедельник, среда в семь утра. И вот уже третью неделю, понедельник и среду в семь утра я страдаю. Ты радуешься за тех, кто-то... Я страдаю. Просто еще мы как бы занимались, типа, в восемь вечера. И у меня стоит напоминалки на телефоне, что в восемь вечера йога. Я каждый раз, ну, типа, не иду на нее утром в семь утра. И потом весь день я вижу, что, типа, йога, 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 добивает. Вот. Что еще? Я пытался готовить. Два или три дня я приготовил. Потом один друг меня написал. Это не твое. А он-то как понял. Он просто, видимо, он просто хотел сам готовить. Но не знал, как это начать. Поэтому, сказав мне, что это не мое, он сам начал готовить. И он успешно готовит, а я такой думаю, ну, не мое, ну и ладно. Мой запал угас. Не, ну, окей. Я знаю, когда люди выкладывают картинки хлеба там или каких-то блюд, и другие люди говорят, это там, ну, не так классно получается. А он понял, что это не твое. Или просто ему вообще типаж, ты и еда несовместимы. Может, ты вкусно готовишь. А что ты, кстати, готовила? Что у тебя круто получается приготовить? В том-то и дело, что я приготовил. Несколько блюд я, типа, не снимал, потому что мне еще, меня удручало то, что надо держать телефон, и готовка увеличивается в два раза. Чтобы, типа, красиво еще снять, как ты кинул, фу-фу, и оно у тебя получилось. А для этого надо еще и схитриться, вот. И на это уходила. Фотограф, а что, зря же ты в свои деньги получаешь? Да, да, да. Да, это все интересно. Я тоже хотел, чтобы это было такое футпорно, как бы, чтобы это прям было залипательно, круто. Как бы, а получалось криво-косо, и погорел я на пирожках с грибами. Потому что, типа, сперва я сделал тыквенный крем-суп, вот, он был бомбический, но я его переперчил. И, как бы, в принципе, что ты, сварил, там, запек, как бы, взблендил и готово. Вот. А с пирожками я прям погорел. Идеально. И сейчас все дошло до каши из полбы. Все просто полба варится. Все, езжай, жри. Я пытаюсь напрять мозг сейчас и поднять, что такое полба. Я в жизни не ел. Я видела в магазине этикетки, да, но прям никогда не пробовала. Точно это вкусно? Это очень странная крупа. Там написано, типа, варить 60 минут. И ты такой, все издеваетесь. Ну, нут надо. А, вот хумус. Был очень вкусный, крутой хумус. Хумус отличная вещь. Хумус, да. Вот. И я, типа, ну, на полбе написано 60 минут варить. Я такой, ты что за крупа вообще? Ты какое право имеешь вариться в 60 минут? Ты что, пища богов? Я не понимаю. Я варил ее 30 или 40 минут. И она не доварилась. А до этого варил тесте. Тоже говорил, типа, я ее больше часа варил. Я, по-моему, что-то неправильно делал. Что-то не то. Вот. Ну, а я реально ее варил. Я ее, по-моему, еще 40 минут варил. И она все равно, как бы, ну, такая она. Аль денте. Она всегда аль денте. Ее невозможно... Просто такая санка из Денискиных рассказов, как они там варили, кашеварили, и кашу никак не хотел готовиться. Она сейчас прямо оттуда. Скажи мне, пожалуйста, давай в кино уйдем, иначе все решат, что у нас такой кулинарный эфир сегодня. При этом в этом поединке 100% победишь ты. Я правильно понимаю, что подольские курсанты должны были вот сейчас выходить? Или, может быть, даже пойдут в онлайн под 9 мая, да? Вот, честно признаться, я вообще не понимаю, как все большое кино сейчас встряло вообще, ну, потому что я вижу, что некоторые там релизы зарубежные переносятся на год. Вот. И, как бы, подольские курсанты, ну, то есть это было запланировано, что это, как бы, такой самый, наверное, крупный проект на эту годовщину, на юбилей, на 9 мая. И, как бы, все-все это готовилось, и, ну, там, это высокобюджетное кино, скажем так. Вот. И, ну, это мое мнение, я не знаю, я не разговаривал там ни с Игорем Станиславовичем, ни с кем, но мне кажется, что продюсеры подольских курсантов решат все-таки это сдвинуть. Вот. Но я не знаю, если карантин закончится, то, может быть, как бы, там, на 21 июня это можно, теоретически, передвинуть. Как вариант, или на ту дату, когда парад будет, может быть, если он будет. Вот, да, может быть. Ну, потому что это, как бы, это, ну, и это кино надо смотреть на большом экране. Это именно тот фильм, который необходимо смотреть в зале. Потому что, ну, как бы, есть там, допустим, там сейчас на кинопоиске у Ани Меликанфея выходит. Я думаю, это такая камерная история, ее можно даже хорошо дома посмотреть, особенно тем, у кого там есть проектор, ну, это вообще будет круто. А это кино, все равно, даже если у тебя есть дома проектор, это немного другое. Вот. Для тех, кстати, кто смотрит, простите, я перебью сразу, раз мы говорим про релизы сейчас. Сегодня выходит в онлайн фильм «Неизбранные дороги» с Хавьером Бардемом. По-моему, там очень клевая актерская работа. Вот, поэтому те большие релизы, которые мы тоже ожидали на экране, видишь, они вот выходят в онлайн. Но подружеские курсанты, вероятно, да, останутся под релиз на большой экран. И кого ты там играешь? Ой, да, ну, можно, да, сказать, но у меня там небольшая роль, там же их очень много, этих подольских курсантов. Вот, это же было два или три училища. Вот, я играю курсанта Шипилова. Ну, вот, не знаю, что рассказать. Я забыл что-то. Давай поговорим про большие роли. После какой роли, скажи мне, ты понял, что вот, да, пришла какая-то слава, ты проснулся, ну, известным, тебе теперь будут предлагать роли. И так будет теперь всегда. Есть такое у тебя понимание? Или год, когда это случилось? Три раза какое-то такое, такая мысль какая-то мне приходила. И каждый раз она была обманчива. И каждый раз, когда ты думаешь, что бога за бороду ухватил, и что, ну, вот, вот сейчас настало время, сейчас попрет, что-то, ну, что-то происходит, что-то не допирает. Нет, оно все развивается, оно как бы происходит. Экспонент растет, но искать, что вот прям все, ну, вот это какое-то, как только, видимо, ты обретаешь какое-то спокойствие, в плане того, что, ну, ладно, сейчас как бы все. Пора денежки считать, сразу же, оп, тебе сверху так, щелчок, типа, не расслабляйся. У меня сейчас будет премьера, вот, ну, правда, сейчас такое время, когда телевизор у них снова всплеск, потому что все, кто не смотрели, так или иначе приходится смотреть, там, по разным причинам, вот. Вот, а сейчас там вышла Зулиха, которую, там, половина ругает, половине нравится, вот. Странно, бабушке понравилось, моей бабушке понравилось, это такая лакмусовая бумажка для меня. Главное, чтобы нравилось бабушке, потому что ей мало чего нравится. Я посмотрела первую серию пока, мне, честно говоря, нормально первая серия, не знаю, как будет дальше, но я прямо захотела посмотреть до конца, потому что очень много мнений противоречивых, хочется свое мнение составить. Я просто, ну, я смотрел, я там что-то серии 4-5 посмотрел, вот, и, ну, как бы, то, что я знал на этапе съемок, о грехе какие, то, что я знал, что это телеканал Россия, что это, как бы, ну, женщин, аудитория, там, женщины 45 плюс-минус 10, вот, что это так, ну, кинокомпания русская, мелодраматизм обеспечен, вот. Были глаза крупным планом, музыка была драматическая. Да, и я, кстати, я у некоторых режиссеров спрашивал, типа, ну, я думал, что это Степа, а это правда, да. А, и я такой, типа, реально, да, реально, вот, вот, ну, такие, типа, ну, мне чуть ли не памятку показывали, что, там, или приходили какие-то правки с канала, что, ну, не в этом проекте, в другом, там, типа, больше крупных планов, типа, это недостаточно крупный план, вот, крупный план должен быть вот такой вот, вот, просто, вот. Там можно нарезку делать из класса лихи теперь просто, сколько учил Патхаба. Да, ну, там сама, и сама книга, она такая, как бы, женская, вот, а тут, ну, получилось, для меня немного получилось, что масло масляное, из-за того, что, как бы, все эти составляющие, они сошлись, но получился, вот, перебор для меня. А я, поскольку на первой серии еще, я даже не знаю, кого ты там играешь, кого ты там играешь? Я играю внука. Я уже рассказывал эту историю, там. Это в какой серии ты появляешься? А я там что-то появляюсь чуть ли не во второй серии, но просто я там оказался в групповке. И Шипилов тоже, на самом деле, такая групповка, и эта групповка. И это было просто очень смешно, то, что я пробовался на Юзуфа, сына зулихи, и там у Юзуфа, у него четыре или пять возрастов. Ну, то есть, его сперва нету, потом он в животе, потом он там, ему, он владенец, два года ему, там, восемь лет, и пятнадцать лет, и тридцать лет, вот. Вот. И была какая-то такая идея, что на тот момент, типа, соединить пятнадцать и тридцать лет, чтобы вот я так, ну, как бы, молодо выгляжу, чтобы я мог сыграть и подростка, и потом, как бы, усишки... Да, 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 усишки наклеить, и как бы, ну, может пройти. Вот. Я попробовался, и потом была долгая пауза, потом позвонили, сказали, что утвердили, и приходит разрезка, ну, а надо лететь там в Пермь на съемки, что-то в ночь, и, ну, как, какие-то там уже эти тяжести, уже, как бы, тяжести были понятны. Напряги, ну, потому что история про то, как там ссылают на поселение, ну, оно все равно, так или иначе, будет как-то тяжеловато. Вот. Я смотрю разрезку, а там нету Юзуфа, и я как-то что-то напрягся, спросил там у помощницы агента, она говорит, разрезка верная. Она, типа, я позвонила, спросила, разрезка верная. И это нас с ней что-то не смутило. Я лечу в Пермь, там, одевают в костюм, я уже выгляжу, как татарский переселенец, весь в какой-то грязи. Говорят, сейчас сядем на лодку, там полтора часа проплывем, и вот там у нас будет площадка. Время что-то 5 утра, туда-сюда. Я вижу режиссера и такой, о, Егор, привет. Он такой, привет. Я такой, слушай, а я вот что-то не пойму, я посмотрел разрезку, Юзуфа нету. Он такой, а, а тебе не сказали? Так ты же внук. Молодец, красава, что согласился. Я такой, в смысле внук? Он такой, но мы не нашли, типа, мелкого похожего на тебя, поэтому, короче, ну, вот ты нам понравился, решили дать тебе роль внук бабки Марии. Класс, вообще отлично. Не хочешь, со своим ходом возвращайся, дай. И я что-то такое подумал, что я уже стою в этом всем, и возвращаться туда, ну, вообще не резон. И я в итоге такой, ну, внук, только внук, едем на остров, поплыли. Вот что-то как-то, вот такая вот история. Вот, скажите, почему в 26 лет ты выглядишь на 18? Тата спрашивает. Тата Дрыгова. Кто, кто спрашивает? Тата Дрыгова так спрашивает. Тата Дрыгова. Я пью детскую кровь. Я для этого сына родил, у него подпеваю, да. Сейчас будет у меня премьера на первом канале. Диверсант 3, четырехсерийка, вот, на 9 мая, вот, у меня должна была быть серия военного кино, то есть Калашников, подольские курсанты, и этим диверсантам должно было все закончиться. Оно закончится, но вот подольские курсанты, а? Я там гнида, конченая. Плохой там персонаж? Хороший. Я предатель. Сейчас мы тоже поможем. Глазами до... Ну, я не то, что как бы сейчас возьму и научу. Я не тот человек, который... Приходи, я научу тебя. Я не то не Робинс, не того размера. Вот, я... Да, меня давно это интересовало, попробовать кого-то чему-то поучить. Ну, не то, что поучить, а поделиться опытом, потому что иногда даже на съемочной площадке, ну, с какими-то там коллегами, у кого чуть меньше опыта, чем у меня, я вижу какие-то, ну, такие не ошибки, не недочеты, а просто, ну, внимание в эту сторону не направлено, и... Ну, и никто не подсказывает, потому что там кто-то думает, что, типа, человек должен это знать, кто-то думает, что этому там мучат, а кто-то, ну, просто забывает. И когда там у человека нет немного опыта, вот, я думаю, что у меня его чуть больше сейчас, вот, и что чем-то я могу поделиться, о чем-то рассказать, ну, и кому-то просто там интересно. Слушай, а скажи, вот, ты же, ты ГИТИС, да, заканчивал? Да. Когда выходишь из института, попадаешь потом на съемочную площадку, приходится доучиваться или переучиваться, или хватает знаний? Да, вообще-то все другое. Как по ощущениям? Конечно, все другое. Но у меня была очень смешная история. Мне просто повезло, я пошел сниматься на первом курсе, ну, так там, по эпизодикам. А, кстати, вот момент там, вопрос был про то, что, типа, когда я почувствовал, что все хорошо. Первый раз так было, когда на втором курсе я снялся в Степных детях, это четырехсерийка для Первого канала. Это был очень хороший такой трамплин. Вот. И это была прям такая крутая волна позитива. Ну, и как-то оно получилось. Это четырехсерийка, оно, правда, прям получилось. Такое кино маленькое, вот, доброе, точное. Ну, и все как-то там сложилось. Спасибо там Диме Черкасову, Володе Баштя. Вот. И когда учишься в ГИТС, ну, вообще в театральном ВУЗе учишься, да и вообще, ну, как я потом, я подумал, может быть, во ВГИКе по-другому, но сколько я общался с ребятами, я убедился, что, ну, все-таки это теория, а кино — это практика. И у меня была очень смешная какая-то ситуация. Я помню, что одни из первых съемок — это был мой папа Барышников, тогда еще Сергей Макрицкий был оператор. Вот. И вот, значит, он был там оператором. И мы снимали план, кадр. Так, сейчас, секундочку. Пришел. Настроился. Ты сюда пришел? Ну, хорошо, садись здесь. Отлично. В общем, там была такая история, что главный герой, он стоит спиной в камере, вот, ну, то есть вот его затылок здесь, и мы снимаем, как бы, ну, наш крупный план, вот, и как бы он стоит вот так вот. И я всю сцену стою за ним вот так и думаю, ну, что ж ты, собака, ты мне крупный план портишь? И всю эту сцену, значит, ну, что-то я играю, думаю ее, вот. И после стопа Макрицкий зовет нас на плейбэк и говорит, родной, сюда, посмотри. Я говорю, так я и думал, что же он мне затылком-то все перекрыл? Он говорит, а как ты, ты же, ты же видишь камеру, почему ты вот так вот не сделал? Ну, как бы, почему ты этого не сделал? И я такой, реально, почему я так не сделал? Он говорит, ну, он как затылком-то будет? Ну, что он делает? Вот, ты за него закрылся, и такая, ну, как бы, там, простейшая вещь, которая звучит, типа, видишь камеру? Вот, иногда это реально сложно. Ну, как бы, и когда тебе еще не говорят, ну, не знаю, с чем это связано, ну, там, или чувствовать свет, я не знаю, какие-то такие штуки, и вот я буду скорее беседовать и делиться, ну, то есть люди будут у меня что-то спрашивать, я им буду рассказывать, потому что, конечно, я не могу обещать, типа, ты завтра там будешь сниматься, или научишься актерскому мастерству, и это не так. Мне кажется, это вообще, ну, какое-то такое призвание. Типа, вот, кому-то дано, и щелкнуло, он стал, а кому-то не дано. На кого твои курсы тогда рассчитаны? На людей, которые уже вышли из вуза, или, например, те, которые собираются поступать в этом году? Да, на всех, на всех. Мне кажется, тут аудитория очень размазана в плане того, что есть люди просто, которые, они вообще не собираются, ну, и, может быть, как-то скучно, грустно дома, или они расширяют хобби. Я в последнее время очень много людей, да, вижу, которые, как бы, ну, у них есть возможность, и тогда они не смогли, а сейчас как-то уже, ну, жизнь выстроилась, но при этом интерес остался, такой гештальт, как бы, он есть. И мне кажется, этому человеку будет интересно, потому что я буду строить какие-то там байки, рассказывать, ну, то есть, если кто-то меня будет спрашивать, а вот как, что мне сделать, да, с чего мне начать, я расскажу там свой путь, как я там был в театральной студии, потом я был в театральном классе, потом, значит, в институте, потом, как, я не знаю, расскажу там про агентов, что оно берется, какие у артиста есть простейшие там четыре рабочих инструмента, ну, то есть, с чего начинать, ну, не знаю, что-то вот такое будет. Какие четыре простейших инструменты есть у артиста? Ну, вы какие, портфолио, нет, портфолио, шоурил, актерская визитка, фильмография, все. Да, должно быть у каждого, окей. Будет второй сезон эпидемии, нас спрашивают. Если мы выживем после коронавируса, все будет хорошо, не погрязнем в кризисе экономическом, жестком, то через полтора-два года будет второй сезон. Рома Кантер начал его писать, он как бы пишется, но это было до того, как мы сели на самоизоляцию. Сейчас неизвестно. Теперь можно даже скорректировать что-то, видимо, с учетом самоизоляции, предлагаемых обстоятельств. Скажи, пожалуйста, ты вообще в кино любишь ходить, кроме того, что снимаешься, а вот смотреть какие-то другие фильмы в несобственном участии? У меня есть какое-то, ну, такое ощущение, ну, то есть, во-первых, нужно под настроение идти, потом как бы у меня есть ряд фильмов, ну, там, на которые я навряд ли пойду в кино. То есть, если это какой-то... Ну, какой-то арт-хаус там, или какая-то камерная история, ну, то есть, я не вижу смысла идти за ней в кинотеатр. Вот. Я пойду, могу сходить на какую-то премьеру, вот, которую я очень ждал, такое может быть. Или же на какой-то, наоборот, попкорновый фильм, ну, там, я не знаю, наподобие этих каких-нибудь Мстителей. Ну, то есть, вот, где, типа, вот, Горофен, попкорн, вот, какая-то такая история, ну, типа, ты сидишь такой, вот. Там, я не знаю, я бы очень хотел что-то пойти, по-моему, на этих, на «Пиратов Карибского моря» пару лет назад. Мы там пошли и расстроились, потому что как-то оно что-то было не то. Уже не та энергия была. Вот. А идти на какой-нибудь, я не знаю, вот какой-то такой фильм. На комедию. Последний раз ты был в кино где? На примере Калашникова? Или еще он на что-то успел потом сходить? Нет, нет, я сходил, я сходил на джентльменов. На джентльменов я сходил. Мы все зависли в этом моменте, все, кого спрашивают, все говорят джентльмены, да? То есть, как бы, после них уже никто никуда не ходил. Причем там уже, как бы, была движуха, что, типа, сидите дома, уже все это началось, и даже было интересно, типа, а что происходит в торговом центре, что там как, ну и народу было намного меньше, вот. И как раз на джентльменов, вот, нужно было сходить в кино, и это то кино, которое круто смотреть в зале с людьми, ну, то есть, слушать их там, ну, типа, общая энергия, общие реакции какие-то. Вот это интересно. Ну, вообще на комедии круто, хорошо ходить. Ну, ужать. Слушай, ты снимался в короткометражке «Дым», насколько я знаю, так, что называется, just for fun, без денег тебя взяли, ты вот снимался, все у вас срослось, там классно в Мюнхене нашли друг друга с режиссером, все завертелось, скриптонит. У меня два вопроса было после этой короткометражки, собственно. Во-первых, по твоему ощущению, это скриптонит или что-то другое твое внутреннее? В этой связи вопрос, что ты слушаешь. И вопрос второй, как бы, что должно быть в сценарии, или какое должно быть предложение, чтобы ты еще пошел сниматься без денег? Ну, вот, ну, и не раз я это практиковал и практикую. Я жалею, что я в свое время отказался поучаствовать в «Айке» у дворцевого. А, да? Да, да. Был такой момент, я уж не помню даже, когда это было, мне написал там его помощник, кастинг-директор, не помню, Володя его зовут, не помню, он написал мне, рассказал, я так как-то напрягся, что, типа, у нас нету графиков, у нас нет сценария, ну, то есть мы как бы снимаем, ну, вот, сегодня вышло солнышко. Мы снимаем. Да, да, мы снимаем, ну, и надо быть готовым. Меня тут спугнула ответственность, что, как бы, ну, это же не от безответственности, что мы, типа, сегодня снимаем, а что ты, ну, если ты, ну, как бы, там было в этом сообщении, так написано, что если ты соглашаешься, то ты должен будешь, ну, как бы, участвовать в этом. То есть это, ну, нельзя будет сказать, типа, ой, ребят, извините, а у меня сегодня там дела, там, съемка, еще что-то. А как быть, как бы... Да, ты получаешься, с одной стороны, зависим очень сильно от проекта, а с другой стороны, ты не хочешь никого подвезти, раз уж ты влез в этот проект. Это я понимаю, да. То есть такие обязательства. А было понятно, насколько по времени эти съемки растягиваются, или тоже такая вот, мы начинаем снимать, а когда закончим... Вообще, там уже, по-моему, на тот момент съемки длились лет пять. Ну, то есть, как бы, ну, тут... И я посмотрел тогда «Тюльпан», ну, мне очень понравилось, и вообще все это круто. Но как вот в этом... Как в этом быть? И надо было... Ну, я побоялся вот этот, как бы, вызов, я его не принял. Качил. Сниматься бесплатно тут нет такого прям, типа, что это... Денег мне не заплатят. Если это круто, интересно, ну, много разных составляющих. И сама идея, сценарий, я не знаю, метод съемки. Такое бывает, что как бы есть идея, как это снимать, как это сделать, получится, не получится. Вот. Ну, и вообще, такое это... Саша Кузнецов, как ты мне сказал, панк-панк проект. Типа, ну, что это... Такой панк, как бы, что... Ну, я это называю, у меня такое есть понятие, на шару. Ну, что это, хотя это совсем другое обозначает, но вот это вот, типа, прокатит, не прокатит, а вот, ну, как бы, на каком-то кураже, на диком. Вот. И, ну, в прошлом году, вот, я снялся у Олега Агейчева в Таланте. Вот. Тоже мы там, как бы, все бесплатно поработали и мы посмотрели и, по-моему, получилось прикольно, ну, круто. Это такая кометь черная. Вот. Так, возвращаемся к дыму. Короче, я на тот момент скриптонита Адиля не слушал. Вот. И мне было интересно, как как Ваня вот это вот позиционирует, что, типа, вот я вот, музыка важна, вот я хочу. Я потом, когда смотрел просто монтаж, я такой, типа, он такой, вот, вот, видишь, типа. Это была крутая история в плане того, что Ваня чуть ли не делом сказал, что, типа, вот я хочу, чтобы тут была музыка с криптонитом, вот из этого альбома ты вообще слушал, как тебе, как туда-сюда, вот это важно. И как потом мы, типа, снимали, он хотел, и не было никаких вариантов, ну, типа, было желание, но то, что это получится, то, что все состоится и будет в итоге музыка, как бы, ну, это прям было, ну, навряд ли. Вот. А потом раз, и я прихожу на озвучку, да, вот мы договорились, так и так, вот, типа, сперва я пытался, не прошло. А главное, что после этого, через год, я уже познакомился с Адилем, вот, и всем там ребятам, кто сейчас на лейбле «Музыка-36», и всем дым зашел, и вообще прям, и за дым респектуют, ну, то есть весь район не респектует, как бы, там, однокурсник мостов, вот, и ему тоже, ну, и вообще, кто в дыме участвовал, всем там респект большой, потому что это прям бомбануло, бомбануло, стрельнуло, ну, там, когда на кинотавре он прошел, там, ко мне подошел Андрей Першин, и сказал, блин, круто, молодец, ну, и как бы, очень много людей, мы тогда были на кинотавре, и видно, ну, и главное, что получилось, потому что, когда ты делаешь, ну, вообще, в принципе, делаешь, то у тебя много сомнений, как бы, насколько это будет интересно, насколько это сейчас правильно, не замылился ли глаз, вот, и там у меня есть много вопросов, и опять же, Макрицкий меня звал, он был по кинотавре, вот, и он там спросил меня, типа, а финал, вы другой финал снимали, ну, типа, сразу вот с вами решил, что такой финал будет, ну, а получилось, что, как бы, он меня знает, а с вами не знакомый, они на меня вот так смотрят, типа, у меня спрашивают, говорю, ну, мы вот так вот сняли, и он такой, типа, скажи ему, что, ну, типа, не сейчас, а потом, я потом сказал, Ваня, вот, он расстроился, он говорит, да мне много кто сказал, про, ну, что, финал, ну, надо было закончить, как бы, раньше, вот, я думал, но потом уж решил, как бы, мне вот хотелось так, что, ну, такая штука еще бывает, что, выбираешь выразительный, ну, и тебе кажется, что, оно сработает, ну, то есть, оно будет ярким выразительным средством, а в результате, в финале, ну, как бы, уже, ты смотришь, готовый по яркой выразительности, как тебе казалось, ты вроде и отказаться от него не можешь, потому что это было важно, и как бы, оно работало, и для тебя работало, а на экране оно не работает, и я вот сейчас с такой ситуацией столкнулся, когда эпидемию смотрел, то есть, какие-то выразительные средства, там, огорчился я, что я думал, о, как это сейчас будет круто, а это там все-то. А бывает так, что ты снимаешь несколько дублей, понимаешь сам для себя, что вот в этом дубле ты, клево сыграл, а дальше ты видишь фильм в готовом варианте, или смотришь монтаж, и понимаешь, что вот этот как раз дубль не взяли, а взяли другой. Ну, конечно, такое очень часто бывает, хотя я тут недавно столкнулся с тем, что я такой, так там же был вот такой-то дубль, и мне говорят, так это он и есть, и я такой, а мне казалось тут, мне говорят, вот так, чувак. Так, у меня все-таки есть еще один вопрос, который я задавала, и мы до него не дошли, что ты слушаешь сам? Какую музыку? Что тебе нравится? Ну, вот как раз, типа, я слушал скриптонита, но через пару лет прошло, да, вот когда мы там, ребята со мной связались, я начал слушать всех их, и это, ну, как бы, вещи, то есть там, вот группу скриптонита, которую он сделал, это очень прикольное звучание, но, к сожалению, оно не популярное, ну, как бы всем нужны всем нужны эти мультибрендовые. Ну-ка, почему-то как как нужно это. Сейчас у меня закончились все что-то эти подписки, я даже не знаю, какую я прям музыку слушаю, потому что я прям настолько размазываю свой аудиовкус, то есть как бы я начинаю слушать что-то, слушаю там месяц, потом как бы это все разбавляю, ну, то есть периодически я перехожу на классику, потом там, я не знаю, всегда мне нравилась группа Горилос, вот, что сказать. Классно, классно. Очень много слушал русского рэпа, я от него устал, то есть я там слушал еще 10 лет назад, там, сколько-то, 8 лет назад, потом я начал от этого уставать, начал приходить к классике, потом начал слушать какой-то, блин, такую какую-то я классную музыку слушал и забыл, забыл, когда я что-то и прям, блин, что-то такое я заслушала свежий альбом аукцион, мне дико понравилось, прям зашло, наткнулась случайно, прям вот так вот полетел, хотя прежней работы я не очень слушала. Смотри, у меня есть для тебя блиц, прям короткий. я тут слушал этот, пикник, пикник, нет, по-моему, пикник, пугалась человеческим, да, пугалась человеческим, вот эту вот группу, я прям послушал несколько альбомов, тырила прям такая прям реакция твоя, то самое. Я вижу, что тебе понравилось. Так, отвечаем на вопросы быстро, там да, нет, выбираем что-то одно, прям вот, не задумываясь. Твой любимый партнер подъемочной площадки? Кирилл Киро. Готов ли ты озвучить какого-нибудь мультиперсонажа, если да, то какого? Да, Шрека и Чипа Дейла, этого, который там толстый, Рокфор, Рокфор. И да, он там. Фильм или сериал, который обязательно надо посмотреть в самоизоляции, пока есть время, как говорят? Шучу. Всегда надо смотреть Шучу. Шучу, очень крутой сериал. Вот. Твой самый любимый момент на съемочной площадке? на любой или на какой-то? Завтрак. Когда есть завтрак, это очень круто, потому что, ну, главное, чтобы он был общий. Это реально, это объединяет, сплачивает, и это очень правильно, что, типа, все приехали, там, начали что-то делать, потом завтрак, все полчаса там покушали, пообщались, кофейку попили и начали работать. вы на это не вернетесь, и начинается, ну, что тебя и не спрашивают, типа, а ты можешь задержаться, но уже знаешь, что ты не можешь задержаться, и как бы не говорят, и получается какая-то ерунда, и ты потом бежишь, как угорел, задерживаешь, тебя проклинают там, ну, где тебя ждали, неважно, где это, спектакль, это другая съемочная площадка, это, я не знаю, перелет какой-то, ну, как бы, это всегда просто нервы, стресс, вот такая, да. Что для тебя круче, съемки в павильоне или съемки на натуре? Я люблю чередовать, вот, есть очень крутая натур, но есть время там, допустим, типа, вот, февраль-март, когда я люблю павильончик, вот прям, мне бы типа, вот, ну, на пару неделек, на месяцочек в павильончик меня там, посадите в тапочках, на медиу, кофеек попить, вот в этой комнатке, безо... А какой должна быть роль или каким должен быть сценарий, чтобы ты отказался в нем сниматься? Не знаю, не знаю, я, я всеядный. Я продажный, я продажный предлагатель, ну, не знаю, может быть, я буду отказываться, ну, мне надоели дети и подростки, ну, как бы, но я не могу отказаться, потому что, вот, я чуть-чуть побреюсь, и я опять выгляжу на 15 лет. Меня зовут тут, что-то, ну, не получается, партнерши мои выглядят, как старшие сестры, и это все так странно, как бы, ну, типа, что вот, я зеленый. наследство. Если надо загранировать, что тебе больше идет, усы или борода, или борода? У меня, я не знаю, что мне больше идет, мне кажется, усы прикольней. Усы, как бы, ну, то есть, какие усы, то есть, это как бы, это же, сразу образ, что бы это ни было, сразу образ, как бы, по-любому, вот, еще там, в одном проекте, я, так получилось, что мы договорились на парик, я давно хотел парик, типа, и сделали парик, и это было геморройно, этот парик, когда его, там, час-полтора клеят с утра, на какой-то двусторонний скотч, на еще что-то, вот, на эти невидимки, короче, и тебе, ты потом, ну, сейчас смена закончилась, а ты утром просыпаешься, и чувствуешь, что у тебя, вот, где-то еще, что-то, бошка, бошку тянет, вот, но это вообще круто, ну, то есть, Ирина Нест, наша вообще знакомая, а, сейчас нигде я не играю, никто сейчас нигде ничего не играет, у меня остался один спектакль в Московском театре юного зрителя, по дороге в, где я играю, Раскольникова. Мы зависли в самом конце, но я хотела тебе вживую сказать пока, и большое спасибо за то, что нашел время. Спасибо большое вам. Мы ждем все в октябре на красных дорожках, не скучай там в самоизоляции, спасибо. Хорошо, спасибо, счастливо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!